Буквально пару слов о форуме. Абсолютно любые хорошие, плохие, главные, честные. Ну, плохих слов быть, в принципе, не может. Вы большие молодцы, что собрали юридическое сообщество, что собрали малые и средние юридические фирмы, собрали людей, которым интересно общаться, интересно слушать мнения, в том числе демитрально противоположные своему собственному, скворить, высказывать это мнение, чувствовать себя совершенно свободно. Это огромный плюс. Вы ушли от формата конференции, где в тишине каждый прочитывает свой доклад, все чинно хлопают и переходят к фуршету. В общем, таких конференций очень много. Я не думаю, что они очень сильно успешны, но они проходят. Это новый формат. Я очень надеюсь, что вы его поддержите и разовьете. Я считаю, что вы бы очень успешны, если вы первый раз делаете такую организацию. Думаю, что в следующем году у вас будет вдвое или втрое больше участников, и за право выступать у вас будут драться вполне известные компании. Спасибо, Владимир. Скажите, пожалуйста, какие на сегодня модели продвижения на рынке юридических услуг наиболее популярны и какие из них наиболее эффективны? Ну, наиболее популярны, конечно же, классические модели продвижения юридических услуг. Это пиар, это семинары, конференции, публикации в СМИ. Это стандарт продвижения любых консалтинговых услуг, потому что, как вы сами понимаете, прямая реклама юридических услуг невозможна и неэффективна. Но время накладывать свой отпечаток. Я думаю, что пришло время интернета, пришло время технологий электронных. И, соответственно, я считаю, что эффективным является также продвижение как в социальных сетях, так и в интернете, учитывая все его каналы, от роликов на ютюбе до сайта. Все возможны, весь комплекс интернета. Директор по развитию юридической компании, мне, как вашему коллеге, известно, порой воспринимается скепсисом и недоверием. И, Владимир, вот раз и навсегда, скажите всем, пожалуйста, зачем необходим директор по развитию в компании, занимающейся юридическим консалтингом? Ну, слово «необходим», наверное, это неправильное слово, да. Любая должность, она нужна, если человек делает для компании что-то полезное и реально эффективное. Если он ничего не делает, то эта должность не нужна и неэффективна. Зачем он нужен? Ну, он нужен при определенном масштабе развития фирмы, мне так кажется, потому что управляющий партнер не может нанести, в конце концов, на себя все функции. Функции управленческие, функции лидера, профессионального лидера, зачастую это именно так, и еще маркетинговые функции. Он должен эти функции тоже делегировать, и делегировать человеку, который специалист именно в развитии, в маркетинге. Если он этого не делает, ну, окей, он эти берет функции на себя. Есть такие замечательные лидеры, которые это делают прекрасно, но лучше, мне кажется, отдать это профессионалу. Как вы думаете, в чем секрет успеха юридической компании на рынке? Ну, секрет успеха любой юридической фирмы, это, конечно, в юристах, в тех специалистах, которых нашли и которые сумели удержать. Это очень важно, да, то есть, каждый из них является ценностью, и это действительно так, это тот самый человеческий ресурс, в данном случае это действительно актив юридической компании, но вдвойне он становится активом, когда удалось сделать из них не конкурирующие департаменты, не конкурирующие единицы, звезды, а команду, которая работает на единый успех и работает во благо фирмы. Если это получилось, эта фирма будет успешна. Если нет, то, наверное, ничего не получится. Спасибо.